Исключит любой контакт с хищником, не делать резких движений, не провоцировать. Это первый и, пожалуй, главный пункт новой памятки. Ее создатели советуют при первой же возможности сообщить в службу спасения 112 информацию об обнаружении на территории населенного пункта дикого животного. Подчеркивая, самостоятельно уничтожать лесного зверя запрещено. За стрельбу на территории населенного пункта для граждан предусмотрена административная ответственность. В документе говорится о хищниках в целом. Хотя охотники знают, нападением на человека чаще грешат медведи. Но, несмотря на это, волки тоже могут нанести серьезный вред. С волком проблема гораздо серьезнее. Во-первых, ущерб более значительный, чем от медведя. Медведи, можно сказать, игрушки. На человека они нападают, особенно на скотину домашний скот не нападают. Единственное, что касается волка, то самое обидное, что у нас, не то, что обидное, проблематичное, то, что численность волка катастрофически растет, в геометрической прогрессии. Пункт номер три. По возможности установить вид животного и вероятность причинения им вреда здоровью и жизни человека. И последнее. А незамедлительно сообщить об обнаружении дикого животного в администрацию населенного пункта или единую дежурно-диспетчерскую службу. Это необходимо, чтобы к визиту хищников были готовы и соседние населенные пункты. Волки оккупируют они большую территорию, до 50 километров могут проходить. Они сегодня в Визинге, завтра в Пыелдина, потом в Куратове за одну ночь могут все это обойти. Мы как бы визинги создали, но с расчетом у нас район-то маленький. Мы, как говорится, все осваиваем. Кроме этого, жителям региона напоминают, при обнаружении диких животных необходимо сообщить об этом и в МВД по КОМИ. А если нападения хищника избежать не удалось, использовать все доступные меры защиты. По словам охотника, в республике выход медведей и волков в населенные пункты имеет сезонный характер. И встречи с людьми чаще происходят зимой. И все же быть начеку следует всегда. Анастасия Тюрнина, телеканал Юрган.